всем доброго времени суток сегодня наш обзор отеля гранд отель шарм сейчас ноябрь и время 6 утра максимально удобное время чтобы было меньше людей и мы больше могли посмотреть еще раз гранд отель шарм название отелей со словом гранд шарм и шельхи достаточно много поэтому по отзывам многие туристы иногда попадают не туда они думают что это один отель читают отзывы потом приезжает оказывается что это другой ты сегодня наш отель гранд отель шарм начинаем с ресепшена заходим на ресепшен территория отеля достаточно большая доброе утро попадаем на ресепшен большой холл напомню сейчас 6 утра поэтому людей не так много на ресепшене что для нас важно есть некоторые моменты которые нужно учесть в этом отеле сейчас заполняемость достаточно большая поэтому вот сюда по ступенькам с главного входа направо это центральный ресторан и сейчас в ноябре сюда бывает очередь здесь проходит завтраки обеды и ужины иногда платные вечера вот здесь есть анонсы и частенько мы попадали что была очередь сейчас еще немножко закрыта 6 утра на попробуем зайти тихонечко до ресторан большой но учитывая что отель заполнен пускают не всех сразу опускают частями поэтому иногда возникает очередь мы попадали в такую очередь чтобы не попадать в очередь я покажу вам ресторан в которых тоже можно позавтракать пообедать и поужинать в этот раз за весь отдых мы здесь были только два раза здесь столы и внутри у нас будет линия раздачи сейчас мы не будем заходить столов на большие компании здесь нет их не сдвигают мы отдыхаем большой компании максимум это стол на 68 человек там есть столы с видом на море на террасу вот линия раздачи и еще там внутри поэтому если вы хотите попасть в ресторан на завтрак или ужин постарайтесь это сделать есть мы пришли тут еще закрыта пораньше вы дали в очередь которая стоит до самого низа ну возможно так получилось потому что мы в высокий сезон отель полностью заполнил еще раз напомню это главный центральный ресторан если вы заходите с центрального входа то он будет направо вот проходим еще немножко вперед и спустившись вниз мы можем увидеть еще один ресторан он спрятан и вам об этом не будут говорить это ресторан а-ля карт в который можно записаться в один из вечеров ресторан называется fusion но сейчас он закрыт совсем запомните сюда можно записаться и один раз за отдых сходить бесплатно таких ресторанов еще два на территории отеля и еще четыре ресторана а-ля карт в которые вы можете записаться но чтобы там покушать вам обязательно купить напиток все покупаете напиток и записываетесь точнее вы записываетесь в ресторан ну чтобы вам принесли еду вы должны приобрести напиток вот здесь за этим столом происходит запись в ресторан а-ля карт посмотрите время если хотите попасть записаться можно в один ресторан с сегодняшнего дня на завтрашний бар в лобби такой красивый чистый аккуратный это платный бар поэтому здесь всегда пусто и чисто да очень красивый чистый пустой платный бар но если есть желание то можно его тоже посетить но обычно мы здесь никого не видели еще раз скажу потому что он платный основное место где все проводят вечера это бар ниже если подняться наверх по этим ступенькам там происходит вечерняя анимация детская дискотека и разные шоу навигация в отеле средняя вам нужно будет да желательно в первый день совсем разобраться чтобы вы не искали до конца отдыха где же все это происходит вот здесь тоже бар написано animation бар здесь проходит анимация если дверь не закрыта мы зайдем здесь закрыта но вот мы можем посмотреть через стекло там главная сцена здесь тоже направо бар и вечером здесь все собираются еще раз если вы заходите с центрального входа направо у вас будет главный ресторан налево поворачивайте поднимаясь вверх по лестнице анимационный бар там где проходит вечерняя анимация сейчас мы спустимся по этой же лестнице вниз и там будет бар в котором вечером все отдыхают напомню в ноябре центральный ресторан была очередь вот 6 утра чтобы вы понимали люди играют настольный теннис очень активный отель да здесь с утра уже можно встретить много людей которые чем-то занимаются в основном занимают лежаки на пляже мы дойдем до пляжа посмотрите вот это бар в котором до 12 часов можно заказать напитки и взять воду питьевая вода вот питьевая вода только воду 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 можно попросить обычно она стоит здесь питьевая вода в бутылочках и взять ее можно только в этом баре также напитки чай кофе алкогольные напитки бар работает до 12 и вот уже с утра 6 утра сидит добрый человек разрешил мне залезть в холодильник и взять воду но обычно и нужно желательно попросить обслуживание обслуживание в отеле на среднюю троечку я бы сказала может быть нам так повезло территория отеля ну на пятерочку мне очень нравится и так еще раз это бар в котором можно сидеть вечером что все делают здесь иногда бывает живая музыка иногда просто включают какую-то музыку ну и туристы уже сами придумывают чем себя развлечь обратите внимание питьевая вода в бутылках только в этом баре ее можно подойти попросить в любых количествах но только здесь в номер питьевую воду не ставят питьевой воды в номере нет после уборки вам ничего не поставят не добавят это террас бар вода в бутылках только здесь вот бутылочки приходите и берете сколько вам нужно во всех остальных барах в том числе на пляже вода только в стаканах вы просите воду в стакане да вам дают бутылки только здесь территория отеля большая и вся она уходит вниз и мы сейчас будем все время спускаться вниз по ступенькам корпуса расположены мы сейчас идем по левой стороне вниз от бара точно так же можно идти по правой стороне вниз от бара по центру у нас идут бассейны сейчас я показываю схему отеля это не совсем понятно с первого раза да и со второго тоже но когда разберетесь будет достаточно удобно да вот обратите внимание лучше селиться где-то наверное посерединке в корпусах под номерами там 21 38 39 чтобы вам было одинаково идти и к лобе и на пляж большие чистые бассейны вот посмотрим бассейнов много в отеле и я могу сказать что они не пользуются большой популярностью то есть здесь всегда можно занять место и отдохнуть в тишине и возле каждого бассейна есть бар вот здесь у нас это первый бассейн от ресепшена от лобби здесь есть бар в этом баре можно перекусить пулгриль бар вот такое время работы примерно у всех ну не примерно у всех а у всех баров с 10 до 17 напитки с 12-30 до 17 ланч это обычно в этом баре сэндвичи гамбургеры картошка фри то есть перекус спускаемся дальше напоминаю мы идем сверху от ресепшена вниз если смотреть лицом к морю по левой стороне можно также пройтись по правой от бассейна будет примерно то же самое бассейны большие чистые людей немного сейчас 6 утра и мы видим что никого вообще нет возле бассейнов но скоро мы подойдем к пляжу и вы удивитесь а вот леночка бежит у нас фитнес-тур мы отдыхаем большой веселой компанией в этом отеле практически все за некоторым исключением нас устроила отель подходящий для такого вида отдыха вот следующий бассейн вниз от ресепшена видите есть большие лежаки их тоже можно занять то есть не проблема не нужно ни с кем бороться за место под солнцем возле этого бассейна бассейн небольшой возле этого бассейна нет бара лежаков очень много возле бассейна сразу скажу в отличие от пляжа много ступенек если вы смотрели уже какие-то отзывы по этому отелю я думаю встречали вот такая особенность есть у отеля поэтому если вы с коляской например то нужно будет обходить по самому краю вокруг отеля как бы чтобы спуститься например без ступени к морю вот следующий бар у нас это бар где готовят блинчики и дают мороженое в этом баре нет спиртных напитков здесь нельзя курить поэтому такой детский бар вот здесь на баре дают мороженое мороженое с двенадцати тридцати до семнадцати и также готовят блинчики я считаю что достаточно по времени да с двенадцати тридцати до семнадцати можно успеть вот крэпс энд свитс бар сладостей такой людей немного тоже не все знают не все доходят до него но за неделю не все знают что именно здесь дают мороженое ну вот можно прийти вот стойка мы видим где полотенца можно взять такие стойки есть на пляже и возле нескольких бассейнов полотенца дают с перерыва с восьми утра до часу дня с часу до двух перерыв и с часу до восемнадцати тоже можно взять либо поменять ну меняют обычно с так сказать с недовольным лицом но меняют то есть если вы хотите поменять полотенце подходите меняете либо берете один раз в день в принципе тоже достаточно это маленький бассейн неглубокий горок в отеле нет поэтому с детьми но с детьми отдыхающих не так много есть отели в египте куда можно поехать за детьми поэтому если вы планируете свой отдых с детьми но я бы не стала рассматривать именно этот отель мне кажется детям будет не очень весело не очень интересно но смотрите сами горок нет детский клуб есть но как-то его надо поискать я видела указатель но я не дошла и детская площадка тоже есть мы к ней придем вот сейчас мы идем опять же напоминаю по левой стороне после второго бассейна даже третьего мы свернули налево и идем к ресторану который работает на завтрак и на ужин это ресторан для тех кто не хочет стоять в очереди я уже говорила в главный ресторан вечером на ужин бывает очередь вот в этом ресторане очереди мы не встречали ни разу работает еще раз напомню на завтрак и на ужин завтрак начинается в 7.30 и до 9 ужин в 18.30 и тоже до 9 возможно время меняется в зависимости от сезона но вот когда мы были вот так вот он работает здесь нет очередей всегда можно найти столик вот часть ресторана на улице и часть ресторана внутри много столиков много свободного места выбор может быть будет чуть поменьше чем в главном ресторане но за счет отсутствия очереди очень и очень вот приятный вид из ресторана вид на один из бассейнов и там дальше уже море сейчас у нас встает солнышко рассвет вот советую в этот ресторан ходить тем кто не хочет стоять в очереди в главный ресторан называется риф вечером здесь также работает бар бар вот по лестнице вверх мы не пошли там тоже можно посидеть очень мало людей его находят и доходят туда поэтому нет большой толпы и можно посидеть в относительном уединении спускаемся дальше мы подходим практически к пляжу вниз и смотрим вот здесь такая над пляжем или перед пляжем до линия бассейнов их здесь много в линию пять штук переход некоторые переходящие из одного в другой с разной глубиной вот вот мы видим 100 сантиметров и там есть до 150 возле бассейнов еще раз повторюсь всегда можно занять место в любое время найти лежак бассейны не пользуются такой большой популярностью как пляж бассейнов с подогревом нет поэтому в зимний период ну возможно будет прохладно сейчас вода очень комфортно для ноября на улице жарко вода прохладно это приятно возможно в декабре будет не так приятно отель находится не в самой ветреной бухте то есть он достаточно защищен от ветра но так как мы в ноябре очень комфортно как в декабре будет не могу сказать но я думаю однозначно лучше чем в напке потому что пляж закрыт от ветра мы дойдем до пляжа вы посмотрите пляж в таком как бы защищен со всех сторон поэтому такого ветра сильного там нет как на открытых площадках и наверное для зимы это будет плюс сейчас мы идем вдоль линии с бассейнами и корпуса которые вы видите здесь ближе к бассейнам их предлагают как люкс и полулюкс да там номера немного улучшены я не могу сказать что намного лучше я смотрела их просто у них очень красивый вид да вот сейчас мы видим бассейны и море вот с этих корпусов которые выходят вот они будет такой красивый вид но их позиционируют как люкс и просят доплату либо они изначально будут дороже ну решайте стоит или не стоит территория зеленая много пальм это большой плюс не всегда в отелях египта такие зеленые территории столько зелени столько пальм это один из плюсов этого отеля вот бассейн расположены по нижней линии прям вдоль мы прошли слева направо практически до конца вот есть такой бассейн сюда тоже не все доходят с лежаками прямо в воде это приятно в жару очень хорошо там отдохнуть здесь место для тех кто хочет прям уединиться бар здесь есть но вот в данный момент он не работает ну возможно там какие-то профилактические работы я имею ввиду не данный момент 6 утра а период времени в который мы отдыхали поэтому если вы здесь отдыхаете вот кусочек песка для тех кто хочет и на пляже и у бассейна да возле бассейна песчаный пляж территория грамотно спланирована все очень неплохо но напомню много ступенек мы спустились вниз вот здесь обнаружили детскую площадку ни разу я не видела чтобы на ней были дети потому что днем она под открытым солнцем это жарко но в остальное время в общем чтобы найти ее тоже надо постараться детская площадка получается если идти вниз лицом к морю с правой стороны в самом-самом конце отеля ну такая без фанатизма да если уж очень-очень скучно ребенок может прийти и побегать на ней но прям интересная и замечательная я бы ее не назвала но и отель повторюсь не ориентирован на детей поэтому вот так вот сейчас вы можете видеть закрыт проход на еще один пляж там делают ремонт и я думаю что скоро там еще один понтон когда его откроют это будет большим большим плюсом вот еще один понтон и кусочек пляжа этого сейчас действительно не хватает потому что на пляже один понтон и мало лежаков когда откроют второй будет полегче и не нужно будет занимать лежак в 6 утра сейчас мы с вами идем уже к пляжу вот детская площадка ну называется чтоб была я бы так назвала площадку в дневное время она будет под солнцем сейчас в 6 утра солнышко поднимается ноябрь месяц напомню мы отдыхаем погода замечательная с погодой очень повезло ну наверное в ноябре по-другому быть и не могло вот так красиво зелено у нас в отеле по озеленению им большой плюс и прям очень очень вот сейчас по правой стороне мы подходим к ресторанчик у ресторан в котором можно пообедать тоже чтобы не идти в центральный ресторан не стоять в очереди можно пообедать здесь небольшая очередь здесь тоже собираются но небольшая то есть там можно постоять минут 5-10 просто все приходят в одно время и пока столики освобождаются убираются возможно придется немножко подождать ресторан работает по системе меню вам дают меню в меню есть выбор из четырех блюд и напитки тоже по желанию приносят ну вот с таким просто замечательным видом можно пообедать часть столиков под навесом где навеса нет столиков нет потому что ну очень жарко конечно в обеденное время немножко немножко возможно придется постоять в очереди в сезон но близко от моря ресторан где можно пообедать если вы пойдете на обед в центральный ресторан то там очередь будет больше возможно это такой период в который мы попали и в какое-то другое время если вы будете отдыхать вы не столкнетесь с этой проблемой но она была сейчас мы продвигаемся в сторону пляжа вот опять же ступеньки 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 но прям таких каких-то сложностей мне кажется с этим нет потому что между едой и отдыхом можно и по ступенькам пройтись пускаемся на пляж и тадам первый раз я в отеле в 6 утра вижу такое количество людей на пляже то есть не в нашем не в этом конкретно а вообще из всех отелей в которых мы были в 6 утра на пляже вот такое количество людей первый раз отель never sleep если вы хотите занять лежак на пляже вам нужно прийти ну максимум в 6.30 в 7 это уже будут последние лежаки я думаю что их еще добавят возможно сезон начался и немножко не подрассчитали но вот мне кажется для 6 утра это очень много людей на пляже поэтому если вы хотите лежать на лежаке то нужно встать пораньше прийти занять лежак потом заметьте еще не было завтрака вот понтон один понтон короткий просто как бы ступеньки в море людей тоже бывает много днем чтобы спуститься и рядышком поплавать я думаю когда откроют второй понтон мы с вами его видели то будет полегче отдыхать можно возле бассейна и ходить в море купаться я думаю что это даже лучше чем бежать в 6 утра занимать лежак на пляже но вот такое движение с утра пораньше на пляже все бегут спешат всем нужен лежак и кстати даже если вы заняли лежак не факт что когда вы придете кто-то не уберет ваше полотенце и или вообще не постелит свое сверху ну так и вот пляжные мои девочки тоже бегут занимать лежак пляжный ресторан ну ресторан бар скорее бар да здесь напитки с 10 утра до 17 и здесь же можно пообедать тоже в обед с 12-30 здесь тоже по системе меню вам приносят меню и можно покушать пицца тоже сэндвичи салаты все по меню то есть вам приносят блюда из меню напитки с 10 до 17 полотенца тоже можно взять полотенца с 8 то есть чтобы занять полотенечком лежак с утра нужно его принести с вечера с 13 до 2 перерыв с 13 до 2 полотенца вы не найдете вот в этот отель как раз я бы советовала наверное взять свое полотенечко чтобы занимать лежак в баре напитки с 10 напомню до 10 есть кулер с водой но никаких других напитков вы не получите и на обед в этот же ресторан можно записаться на ресепшене как в ресторан а-ля карт и прийти поужинать вечером мы были вкусно и приятно с видом на море обязательно запишитесь опять же чтобы не стоять в очереди в центральный ресторан и вот мы возвращаемся вверх напоминаю это The Grand Hotel Charm вот такой отзыв у нас получился спасибо за просмотр за ваши лайки не забывайте подписаться на наш канал номер в отеле Grand Charm номер не самый лучший я бы даже сказала один из самых худших поэтому если вас приводят в такой номер то меняйте можно за доплату можно за настойчивость то есть 3 4 5 раза вам дадут более лучший номер вот такой вот душ вода текла не очень хорошо но моменты с дефектами на стенах и так далее присутствуют есть шкаф сейф все как обычно ну по состоянию я бы сказала что не очень хороший номер я смотрела другие номера тех кто менял либо за деньги доплата от 5 до 20 долларов в зависимости от доплаты получите номер либо вы очень настаиваете и смотрите несколько подряд номеров чтобы выбрать тот который будет лучше в общем наверное номера в сторону 3 вот это номер 3 2 2 3 2 3 такой же рядышком не очень балкон хороший балкон вид вид как вид если хотите хороший вид выбирайте люкс который мы видели внизу возле бассейнов в номере есть холодильник ничего не пополняют не приносят воду нужно брать как я уже говорила на баре вода 0,5 в бутылочках при уборке воду не пополняют но в